А всем привет с канала Брим Тим, и сегодня ролик, если можно сказать даже по просьбе одного из зрителей канала. А к первому видеоролику про то, как мы собирали фильтрный ящик, он оставил комментарий такой, чтобы я побольше рассказал об оснастках. Как я понял, ему это интересно, но давайте, тем более у меня было в планах подобное что-то рассказать. Несколько дней назад мы были на рыбалке, записи об этом можно увидеть в нашем сообществе во Вконтакте. И как раз расскажем о результативных оснастках. Здесь будут и патронов, и все другие нормальные, так скажем, фидерные монтажи. Но первое на что ловит, я обратил внимание, допустим, у нас в регионе, это город Димитровград. То есть это Ульяновская область, это сплошные болота, если можно так выразиться. Ну, озера пруда, очень такие заросшие, больше похожие на болота, заливы. И река Большой Черемшан. Много пенсионеров в видео ловят вот на такую оснастку. То есть, если даже ее лучше вот так взять, чтобы показать. Это два вертлюга на отрезке лески, по которым бегает кормушка. В виде спирали для... в народе ее называют мастырка. Мы будем называть очень липкий корм, который не вымывается, сюда сминается и забрасывается. И здесь просто поводок идет с крючком. Кто цепляет? Несколько крючков, там от двух и более даже. Но суть того, что эта оснастка очень похожа на инлайн. То есть, сама ваша оснастка идет до поводка, и вот она сама. То есть, даже если большая рыба оторвет, это будет гуманно, потому что она не вырвет вот эту оснастку основную на толстой леске. Тут она 0,28. А она оторвет 0,2 поводок. И получается, это все останется у нас. И, как следствие, она не будет плавать с этим. Уж с крючком она как-то проплавает, либо она его потом отцепит или переварит. А с кормушкой все-таки она бы умерла. Вот это вот одна из наших тут ходовых, я бы сказал, в области оснасток. Их бывает огромное множество. И я их делаю не по каким-либо схемам. Исключительно делаю так, как ляжет душа, так скажем. Вот, допустим, у меня тут чемоданчик. И тут полно всяких разных вариаций. Делаю для Кристины, для своей жены, которая ловит на них. Мне нравятся больше нормальные фидерные кормушки. Потому что, когда корм сыпется, ей нравится вот такого плана. Сейчас покажу еще, допустим, другую вариацию. И на них сильно долго не будем останавливаться. Просто показать, что так как кормушка скользящая, вариаций можно придумать миллион всяких разных. То есть, допустим, вот. Так же у нас идет оснастка от вертлюга до вертлюга, по которой бегает кормушка. Но здесь у нас, помимо всего, висит отвод боковой с поводком. И поводок еще снизу. То есть, получается, оснастка у нас на два поводка. Пожалуйста. Опять-таки, толстая леска. Опять-таки, если что, оборвутся поводки. Но никак не леска. Это я сейчас сразу по-быстрому уберу, чтобы и не запутаться, и не уколоться. Что хочется отметить, что кормушек, во-первых, бывает великое множество. И, как следовательно, оснастки можно сделать любые, которые только придут вам в голову. Завязать как-то по-определенному. Завязать просто первый узел, который придет на ум. Главное, чтобы он держался просто-напросто. Эти мы убираем. И, допустим, вот сравним уже, на что рыбачу я. То есть, это очень грубая оснастка, сразу отмечу. Так делать, в принципе, не нужно. Но в условиях ловли, которые были нам заданы на как раз предыдущей рыбалке, я рыбачил на вот такую кормушку. То есть, это пуля. В 40 грамм на вертлюге. И, опять-таки, инлайн. Отрезок толстой лески от вертлюга до вертлюга. И на ней карабин вот с таким, как бы, так даже назвать, кольцом, либо кружком, в котором отверстие для сквозной ходьбы кормушка. То есть, опять-таки, оборвемся, ничего страшного. Но, что я отметил, свойства полёта при такой оснастке мне показалось даже получше, чем у патроностро. Но это, опять-таки, для меня показалось. Хотя патроностро я глубоко уважаю такую оснастку. Ну вот-таки, пожалуйста, опять идёт поводок. Ничего сверхъестественного здесь придумано не было. Далее, чтобы лучше разобраться, наверное, в оснастках, нужно понять отличия кормушек друг от друга. Допустим, между вот такими кормушками отличий мало. То есть, это пуля, это корзинка. Единственное, тут груз припавлен, вмонтирован с задней части, который, кстати, даже можно, вроде бы, снять посредством продавливания его вперёд. Может быть, здесь он просто хорошо завальцован. А пуля имеет центр тяжести на носовой части. И получается, при полёте мы её, когда швыряем, баллистические свойства у неё обладают, как у артиллерийского снаряда. То есть, по дуге она падает вот так. То есть, она у нас не будет, по-всячески, вертеться в полёте, что придаст ей максимальную дальность. Корзинка, в принципе, обладает таким же свойством, но из-за своей формы она, как бы, имеет большую сопротивляемость к потокам воздуха. То есть, это уже исключительно физика, механика и поведение тела при полёте. Это баллистика. В это мы углубляться не будем. И вот такой вид кормушек, который мне нравится. Это полностью сквозные. Кто-то их использует как закормочные даже, потому что, в принципе, кормить ими можно, если корм очень сыпучий. Но в чём, допустим, я для себя узнал прелесть этих кормушек, то есть, по сути, груз фиксирован так же, как у корзинки, хотя это и есть, в принципе, это корзинка, но без дна. Она очень хорошо именно доставляет корм, потому что здесь у нас есть дно, и нам нужно сделать максимально рабочий по физике корм, который вымывался бы. Здесь мы можем этим пренебречь, хотя всё равно не следует, и течение здесь сразу же вымоет его. И, следовательно, на течение нам нужно сделать всего лишь тяжёлую фракцию, чтобы у нас прикорм от места нашего поводка не умылось слишком далеко. И вот так вот у нас есть целая коробка вот таких вот кормушек, которые можно использовать как методные, кстати. Про методные кормушки, наверное, поговорим в отдельном видеоролике. И, перейдя к оснасткам, допустим, сразу же, вот паттерностер. Только бы не особо его запутать. Вязал я его на 0,3 шнуре каком-то, который у меня оставался. Был китайский шнур просто. Так. Вот он. Вся оснастка. Да, сложна, может быть, для кого-то в вязании то, что здесь у нас идёт две петли. То есть оснастка паттерностер – это петля гандера или грандера. Но не суть фамилии. Суть в том, что она работает как автоподсекатель. Что я имею в виду, сейчас скажу. То есть мы цепляем кормушку за карабин, далее, вот этот конец, точнее, вот так вот, вот этот длинный конец у нас привязан к основной леске, либо к основному шнуру. А за вот этот конец мы привязываем поводок, и получается у нас вот такая вот оснастка. Она не перекручивается в основном, и когда она ложится, кормушка лежит на дне, и рыба, когда тянет за поводок, она тянет за собой кормушку. А кормушка, обладая весом, даёт ей, как бы даже сказать, сопротивление на сантиметр губы, равный весу кормушки. То есть она уже засекается лучше, чем тем же инлайном. И, следовательно, результативность поклёвки увеличивается в несколько раз при использовании патроностро. Поэтому это один из лучших монтажей, который рекомендуют все. Но на соревнованиях допустим только инлайм. Как раз-таки опять гуманное отношение к рыбе, что она не будет плавать полностью с вашей оснасткой, если какой-нибудь бигфиш у вас её оторвёт. Так, сейчас мы это уберём. Сейчас ещё покажу пару оснасток, которые у меня тут есть. Допустим, это грушевидная оснастка. То есть суть её в чём, что тройной вердлюк. И привязан вот такой вот грузик к монолеске, к нашей основной. И здесь поводок. Всё, то есть, либо это просто мы закидываем и ловим без корма, либо, если у нас есть в арсенале легкий корм, облепляем. Опять-таки удаляется. Либо от удара об дно, либо поверхность воды сразу это всё падает. Создаётся кормовое пятно, и рыба туда приходит. Это не панацея от чего-либо. Это даже можно назвать определённого рода снастным извращением. Опять-таки, здесь у меня оснасток такие, на что хватило моей фантазии. Вот так вот! Так, здесь у нас что-то вроде бы несимметричной петли как раз. Сейчас распутаем и посмотрим. Так, здесь что-то вроде несимметричной петли, но это не петля как раз-таки. Здесь у нас основная леска. К ней привязан уже поводок с маленьким крючком. Но суть её в чём, что здесь на скрутке, на вот такой вот петле своеобразной, ходит, опять-таки, вот такая вот фурнитура, которая была уже показана на оснастке. И здесь, опять-таки, скользит и бегает кормушка. Эту оснастку я ещё, кстати, не пробовал. Но обязательно по всем оснасткам будут у нас отчёты. Даже чем-то похоже это на патроностер, но это у нас именно скользить будет. Экспериментировать, опять-таки, повторюсь, неплохо. Это всегда хорошо, что-то искать для себя, что-то подчерпывать. Или, опять-таки, сделать оснастку, которая получится просто супер неуловистой, супер отстойной. И сказать другим рыболовам, нет, вот такой хренью рыбачить даже не пробуй. И всё. То есть дать элементарно дружеский совет своим сотоварищам по увлечению, что, допустим, так делать не нужно. Ну и, наверное, последний из сделанных, опять-таки, это спиралька. Но тройной вертлюг, здесь толстая леска 0,28, здесь завязан толстый узел, и всё. Она ходит исключительно отсюда и досюда. Это никакой прелести у этой оснастки нет. Опять-таки, основная леска и поводок. Вся её суть заключается в том, что её легко сделать либо на водоёме, либо навязать дома, если вы ловите на вот такие пружинки. Она, кстати, уловистая, то есть у неё ничего не путается. Прикорм она доставляет замечательно на место. Суть её в том, что не надо заморачиваться, не вязать никакие узлы. Элементарно вы можете неправильными узлами перевязать эту толстую, просто чтобы она у вас не вылетела. Приди, привязать поводок и оснастку, и всё. Она будет уже готова и собрана. И опять-таки, чем-то это подобие инлайна. При поклёвке большой рыбы, даже если у вас это сорвётся, рыба с оснасткой не уйдёт. И не погибнет в запутавшейся оснастке. Мы с вами сегодня разобрали множество оснасток, которыми мы пользуемся на рыбалке. Отчёты будут, потому что, скорее всего, при возможности мы будем скидывать отчёты... Солнце там светит. Отчёты о каждой нашей рыбалке и об эффективности данных оснасток. Я вам напомню, что подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал, оставляйте комментарии, делитесь мнением своим, которое всё-таки интересно. И нам нужно обмениваться опытом для продуктивной рыбалки. Не прощаемся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»